Добрый день, девочки и мальчики! Ну, скорее всего, конечно, девочки. Вот я собираюсь сегодня на работу, сегодня вторник. И у меня дилемма. Я думаю, что мне надеть. Потому что у нас такая погода, знаете, у нас пасмурно и дождливо. Но на самом деле довольно жарко. Вот у нас кондиционер сейчас работает. Я даже не знаю, сколько градусов. Наверное, градусов 29. Сейчас проверю, секунду. Выставляете, у нас всего 22. А кондиционер как был включен, на выходные было страшно жарко. И вот вчера было жарко. Кондиционер как включили, так он и гудит. На улице 22 градуса. Надо выключить и открыть окошки. Ну, ладно. Короче, сегодня тепло. Но сегодня, вроде бы, может быть дождь. У меня вот три варианта одежды. Первое, это, знаете, я нашла какое-то старое-престарое платье у себя в шкафу. Оно... Ему 100 лет, правда, что это бренд. Называется Max Studio. Я даже не знаю, это я покупала в нашем стоке. Я даже не знаю, это имеет какое-то отношение к Max Marie или нет. Может, и не имеет. Скорее всего, что нет. У нас очень много этого бренда продается в наших стоках. Виннерс, это такой же, как TG Max. Вот такое вот платье. Ему 100 лет. Я в него еще влезаю за счет того, что здесь вот эта вот вся резинка. Юбочка такая широкая. Оно такое не очень современное и не очень модное. Но очень симпатичное. Мне оно очень нравится. Расцветка, фасон красивый. Но оно без рукава. И, в принципе, у нас в офисе очень сильно кондиционер работает. Если вот так вот короткий рукав, то нужно наверх какой-то пиджак. Вот я нашла у меня такой из Массима Дути белый пиджак в полоску. Он очень красивый, очень элегантный. Я вам потом это все примерю. И я выберу, вернее. Мы выберем, но я выберу. Потому что пока я получу ваши отзывы, то я уже на работу схожу и вернусь. Дело в том, что он немножко такой плотный. Знаете, как бы, в принципе, на улице тепло. Я даже не знаю. Может, мне даже будет у него жарко. Так, второй вариант. Это тоже у меня пиджак льняной, но с подкладкой. Но у него подкладка, видите, только спереди. Тоже из Массима пиджак. Из Массима Дути. И вот такой вот топик из Зара. У меня, как, знаете, поло. Поло. И к нему я хотела надеть вот такую вот юбку. Юбка тоже из Зара. Подходят они, правда, друг к дружке. Вот это вот поло с этим. Такой похожий цвет. И такой нюд, бежевый, натуральный цвет пиджака. С этим, в общем-то, неплохо. А можно даже и с белым с этим, из Массима, правда? То есть белые цветы тоже будет неплохо. Посмотрим. И третий вариант. Это у меня такое платье. Тоже синее. Немножко перекликается цветом с этим. Но оно совсем другое. Оно из хлопка. Платье тоже из Зары. Оно с длинным рукавом. Ну, то есть к нему, в принципе, не надо будет никакой пиджака, ничего. Оно такое длинное. Это платьице такое чуть выше колена. Юбка тоже длинная. А это платье длинное. Прямо длинное. И вот такое свободненькое, легонькое. Нашла к нему какие-то такие бусы. Вернее, нашла их уже какое-то время назад. И мне они очень понравились. Я вспомнила про них. Решила, что лето надо носить. По мере вместе. Я не знаю, если это будет хорошо. Вот эти бусы с таким воротом. К этим тоже. Здесь, наверное, вряд ли какое-то нужно украшение. Потому что здесь поло вот это вот с воротником. Не знаю. А здесь на это платье тоже можно какую-нибудь сатуарочку надеть. Сейчас я поищу что-нибудь эдакое. И пиджачок. Так. Сейчас я пойду краситься. А потом мы будем примерять. Так, девочки, давайте смотреть. Первое платье. Ну, оно еще будет так с обувью. Я не знаю, если я надену каблуки или что я надену. Но, во всяком случае, это будет немножко по-другому выглядеть. Потому что будет еще обувь. А с обувью все выглядит лучше. И вот так вот я... Видите, у меня вот эти вот бусы. Они, по-моему, плохо вписались сюда. Правда? Мне кажется. Вы видите их, да? Симпатично. Правда же? И оно такое, знаете, оно такое стиль. Немножко такое, как сказать... Такое... Не пляжное, вернее. Вот бусы такие пляжные. Ракушки. Платье нет. Но все равно как-то оно вместе хорошо сочетается. В общем, посмотрим. На улице, на самом деле, я вышла, несмотря на то, что 22 градуса страшный душ. Прям такая душ. И такой, знаете, к дождю. Поэтому очень-очень темно. Ну, как-то мрачно на улице. Поэтому, может быть, темно в комнате и свет плохой. Я надеюсь, что вы все видите. Давайте мерить следующий вариант. Второй вариант. Это юбка с этим топом. Топик такой, как полот. Знаете, немножко здесь пуговицы расходятся. Мне бы надо их зашить. Знаете, можно просто так сделать два стежка. На самом деле, это не страшно. Я все равно, когда надеваю его, я их не расстегиваю здесь до конца. То есть, вот здесь, вот мне вот эти пуговицы совершенно не нужны. Мне просто надо здесь зашить. А то на мое сисяо оно все как-то расползается. Так. Ну, один раз можно надеть. Ничего страшного. Ну, так вот это выглядит вместе с юбкой. Тоже, конечно, сюда нужен каблук. Потому что юбка длинная. Юбка сзади длиннее. Вообще сзади она вообще почти, что видите, до пола. Так что нужно как-то встать на какой-то, подняться повыше. Сейчас я померю с пиджаком. Потому что здесь короткий рукав. И может быть, у меня будет в офисе вот прям в руки холодно. Так. Пиджачок такой льняной. Такой натуральный. Ньютерал калор. Потому что вот эти такие яркие цвета юбки. Очень яркий цвет. И, в принципе, с ним, с этим пиджаком неплохо. Вообще пиджак такой, очень его люблю. Он такой многофункциональный. Его можно носить с чем угодно. Плюс он не супер оверсайз. Он не очень длинный. Он не очень короткий. Как бы такой вот, в принципе, очень-очень удобный. Потому что его можно надевать с чем угодно и как угодно. Очень много-много ко всему подходит. Но он такой никакой. Но, в принципе, в таких никаких вещах есть нужность, необходимость. Потому что невозможно все ярко. Когда вы надеваете яркую юбку, пиджак нужен такой незаметный. ней. Последнее платье, оно немножко такое старомодное, но оно, видите, я думала выше колена, оно ниже колена. Как я уже говорила в своем предыдущем одном из моих видео, тренды и анти тренды, все это фуфло, и я вообще в это все не верю. Оно такое миленькое, симпатичненькое. Ему сто лет, правда, что ну лет пять сильно точно. Но я же Плюшкин ничего не выбрасываю, вот оно висит, висит. А чем оно плохо? Очень даже симпатичное платье. Главное, что оно такое безразмерное, потому что оно вот здесь, видите, резиночка, но при этом оно так создает фигуру, как будто бы. Вот, такой вариант. Сейчас я примерю с пиджаком. Тоже какие туфельки мы наденем. Такой пиджак, я ищу такие тут бусы. Видите? Сатуар, по-моему, называется такая длинная цепочка. Бусы такие. Не знаю, подходят они или нет сюда, но, знаете, то, что ближе висело. У меня уже нет времени на самом деле искать какое-то украшение. И вот с этим вот пиджаком, ну вот представьте, что будут еще туфли. Неплохо. Ну, в общем, сейчас я буду решать, что мне надеть, потому что, на самом деле, мне уже надо бежать. У меня уже мало времени. Все эти съемки, примерки, они отнимают очень много времени. Я опаздываю на работу. Хорошо, что мне сейчас до 12 на работу. Решила померить с этим пиджаком. Знаете, тоже неплохо. Кстати, вот эти вот бусы, да, они так сочетаются с пиджаком и как бы так их объединяют. Потому что белый пиджак, может быть, лучше подходит, потому что платье такое сине-белое, но на самом деле... Ой, у меня там что-то в кармане. Может, деньги? Ладно, потом посмотрю. А, это от Massimo Dutti. Этикетка. Я ее отрезала и положила в карман зачем-то. Непонятно. Ну, ладно. А пиджачок неплохо сюда это тоже. Хотя белый очень нарядно, правда, все-таки как-то прям так торжественно. А вот этот, он более такой спокойный и он, в принципе, тоже неплохо сюда вписывается. Надо подумать насчет обуви и, может быть, так вот я и пойду. Все, девочки, решила я пойти вот так. Так выглядит мой окончательный образ. Такие вот такую обувь я надела. Надела вот этот пиджак, не белый. Я решила этот, потому что он менее такой нарядный. Не обращайте внимания на беспорядок у меня за спиной. Там у меня сыночек приехал из университета и он очень сильно бусырит и балаганит. Сумку я взяла вот такую вот. Это сумка у меня, с которой я хожу на работу сейчас, потому что у меня очень-очень много всяких документов нужно носить. То, что я работаю дома и то, что я потом должна принести с собой на работу, все, что я делаю дома. И на работе я должна закончить все свои, закрыть свои проекты. И мне там очень много бумаг и прямо вот такая вот у меня большая-большая сумка. Так, в принципе, я так сумки такие большие на работу не ношу, потому что мне ничего там не надо с собой. На самом деле мне нужны кошелек, очки, ключи, помаду. Ну, в общем. А сейчас у меня вот такой вот наборчик. Наборчик работника на удаленке, который носит туда-сюда с собой все свои все свои бумаги, предметы и, в общем, какие-то каталоги. В общем, все, что мне нужно дома и все, что мне может понадобиться сегодня на работе. Все, поехали. Заеду, куплю кофе и поедем на работу со мной. О, ну что, на улице погода такая, душ. Знаете, двадцатого градуса. Я бы сказала, что все тридцать два. Сейчас я, наверное, сниму пиджак, потому что в машине я запарюсь. Очень, очень душно прям так. Ну, видите, вот у нас был дождь. Прям все листики все, видите, мокрые. Листики такие с такой красивые, с такой, с такими капельками росы. Не росы, а капли, собственно, от дождя. Очень все такое зелененькое, свеженькое, потому что только что шел дождь, но очень жарко, очень парит. Прям парит, парит. Сейчас пойду в машину, раздену, сниму. Субтитры сделал DimaTorzok Въехала я на работу, девчонки, и сейчас пойду внутрь. Может, покажу вам кое-что, а может, не знаю. Мне не очень удобно там снимать, потому что у нас мои сотрудники, они в основном, по-моему, вообще не знают о существовании не то, что YouTube, а интернета. Интернет — это зло для них, которое отнимает у детей время и на всякие глупости. В общем, короче, ну, у меня своеобразный контингент тут на работе. Что я купила? Я купила сейчас айс кофе. Я сейчас вам покажу. Дело в том, что я всегда покупала, я всегда покупала кофе, ну, кофе обычный, горячий. Сейчас жарко очень. Я покупаю айс кофе. Это, в общем-то, кофе со льдом. Вот так купила себе большую чашку на целый день, так что, потому что мне будет, как раз мне будет хорошо и не будет жарко. Все. Пошла на работу. Сейчас маску достану. Одену. Мы до сих пор должны носить маски. У нас обязательные маски в помещениях. На работе я сижу целый день маски. Ну, не целый день. Я сейчас работаю. Простите. Захлебнулась собственными словами. Я работаю с 12 до 3, с 30, до 4 где-то. И поэтому, ну, вот, все это время я должна сидеть в маске. Но вот, когда я пью кофе или ем что-то, или пью, я могу маску снимать. Поэтому я всегда таскаю с собой стаканчик с чем-то, что-то. У меня было легитимное объяснение, почему я снимаю маску. Все. See you soon. Субтитры сделал DimaTorzok Отработала я девушке смену. Отстояла у доминой фичи. Получила... Нет, как сказать красиво, выговор от начальства. Ну, я сама на это там напортачила немножко. Ну, в общем. Ну, как можно такую красивую девушку ругать? Ну, правда. Нет, никто меня не ругал, на самом деле. Я шучу. Ругали по-канадски. Это, знаете, очень вежливо. Сто раз извиняюсь, что он вообще меня побеспокоил. И только хотел бы указать на то, что вот там-то и там-то, там что-то как-то не так. Ну, это трудно назвать руганье. Ну, такой-то легкий выговор со ста извинениями за то, что мне вообще... Он причиняет какое-то беспокойство со своим присутствием. Все, девушки, еду я домой. Все. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Пока-пока из Канады. С вами была ваша Дита. С вами была ваша Дита.